И всё, накрываю крышечкой. Мне тяжело дышать, мне не хватает воздуха, даже если я открываю окно. Вот я и зря боялась, мне всё быстро сделали. Ааа, бррр, стоять! Стопэ! Вот так вот рождаются неприятные впечатления. Хотите посмотреть, как проходят наши съёмки? Может она мне откроет, а там рыбой пахнет. Я учусь наслаждаться жизнью. Доброе утро, мои хорошие. Так, а где лопатчика? А, вот она. Я тут решила сделать завтрак, время завтрака. Собири решила сделать обычные яички с чем? Вот сейчас поджарю. Это у меня осталось... Как она называется, я забыла. Я забыла, как эта штука называется. Карбонат, вот. А то вот осталась чуть-чуть, я его сейчас поджарю. Помидорчики чуть-чуть. Ну, увидите сейчас, что буду делать. А Деньке решила попробовать сварить перепеленные яйца. Купила. Посмотрим, как он будет есть. Сначала варёные попробую, а потом... Вообще их и сырыми классно. Я их очень люблю с солью, сырыми. Надо было сразу два десятка брать. Не два десятка, а короче, блин. Они там не по десяткам. Так, спешу. Спешу всё быстро делать. Короче, хочу попробовать дать ему яички. Он ест маленькие пельмешки, а большие не ест. Также яйца особо большие не ест. Может быть, маленькие захочет. Посмотрим. Сейчас я нарежу помидорчики и болгарский перчик и зелень. Так, бросила сюда помидорчики и болгарский перец. Немного. Уже кипят наши яички. Теперь я нарежу зелень. И ещё я буду потом в конце добавлять... У меня вот немного осталось сыра, вот этого друблю. Вот. Я его добавлю потом сверху там в конце. Так, два яичка, зелень. Так, смотрите, я уже добавила два яйца. Чуть-чуть перемешала, выровняла в ровненький такой крыжочек. И вот кидаю вот этот сырочек немножко сюда, сверху. Он такой жидкий. Я плесень сняла сверху, которая... Ну, что-то мне не хочется её здесь. И вот кусочками вот так вот покидаю. И сверху зелень. Я люблю, если честно, много зелени. Вот прям много. Денька у меня не любит зелень. И всё, накрываю крыжечкой на самом медленном огонёчке. Буквально сейчас одну-полторы минутки и выключаю. Итак, вот мой красивый завтрак. Я ещё авокадо немного нарезала. О, сейчас позавтракаю. Деньки сварились перепелиные яички. Сейчас остынуть чуть-чуть. Попробую, как он будет их ест. Ой, я так люблю, когда всё пахнет зеленью. Мне это напоминает весну. Знаете, там, природу, шашлыки. Мне кажется, я такой восхитительной яичницы давно не делала. Ой, крошки мои, пока мы тут все на самоизоляции, мне кажется, многие из вас увлекаются всяким саморазвитием и тренингами. Я тоже увлеклась тренингами. Я уже купила ещё у себя дополнительные две книжки. Потом покажу, какие. И, соответственно, прохожу разные тренинги. Я вам уже об этом говорила, да? Коучем проходила там интересно, смотрела. И, кстати, на просторах интернета очень много бесплатных, очень классных мастер-классов. Вот один из них я вам даже сейчас порекомендую. Марина Самарина, может, кто-то слышал. Я прошла бесплатный онлайн-тренинг. Мне очень понравилось, как человек изъясняется, как подходит, у неё свой подход, работа с подсознанием. Смысл в чём? Кому может быть полезен этот тренинг? Почему я вам о нём говорю? Это для тех, кто любит работать со своими желаниями и хочет работать. У кого есть какие-то заветные мечты, к которым вы всё идёте-идёте и никак не придёте. Там могут помочь. Кто любит деньги, кто хочет много денег, повысить свои зарплаты, доходы и так далее, работа с финансами, отношения. Мне кажется, что вопрос желания, он очень обширный. Поэтому, если у вас есть какие-то желания, то здесь нужно работать с подсознанием. Я убеждена, что всё в голове. Вы помните мою историю с квартирой? Сколько я её мечтала? Сколько? Ведь я могла это сделать намного раньше. Но только после того, как я поработала со своим подсознанием, после того, как были пройдены определённые работы, хопа, две недели и квартира у меня. И вот я сейчас даже оборачиваюсь и думаю, а что мне мешало? Ну что мне мешало? На самом деле ничего. Я всё то же самое могла сделать до. Но порой бывает мы в своих вот этих заботах, в своей рутине, самсаре, можно так сказать, закручиваемся, да, и просто уже настолько привыкли мыслить определённым образом, да, определёнными блоками, которые мешают нам выйти из своих привычных мышлений. Вот, и для этого, конечно же, нужно проходить тренинги. Я знаю очень многих людей, которые богатые и успешные, которые много имеют, уже всего достигли, да, но они никогда не жалеют денег на всякие тренинги и повышение своих внутренних каких-то качеств, да, и расширение своих внутренних границ. Вот, и Марина Самарина, она занимается как раз-таки вот такими тренингами. Она сама из простой семьи, сейчас она бизнес-вумен. Отучилась она в США, в Стэнфорде, и у неё есть своя методика работы с подсознанием. И всё это на научных фактах, что меня очень привлекает. Науке можно доверять, как говорится, да. И, в общем, если вы давно хотели поработать над собой, если у вас есть какие-то заветные мечты и желания, проблемы в отношениях, или финансово хотите как-то вырасти, да, то этот мастер-класс, я думаю, будет полезным. Сейчас можно пройти его бесплатно по ссылочке, где-то полтора часа он идёт, очень много полезной информации, реально заставляет задуматься. Я думаю, что очень многим будет полезно. Так что обязательно проходите, регистрируйтесь и расскажете потом. Дэнь, маленькое яичко какое, попробуй. Попробуй. Ой, вкусное какое. Да? Да. На. Ммм, ням-ням. И ест. Вроде. Какое счастье. Дэнка съел 4 яичка. Я думаю, он вообще мог бы все съесть. 8, да, я сделала, по-моему? Да. Но мне кажется, что я ему просто не давала ещё, не вводила это. И что-то, я думаю, может, 4 для начала хватит. Посмотреть, чтобы не было аллергии. У кого-то же, наверное, на аллергия яйца. Ну, на яйца аллергия. Что сказала? У кого-то же аллергия на яйца бывает. Теперь делаю себе ещё одну кружечку кофе. И вот мы с Дэнькой хлебцы едим. Вкусно? Кушай. 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 Девочки, Дэнька, короче, всё время пытается взобраться вот туда вот и достать вот что-нибудь из этого шкафа. И сначала он берёт свой маленький стульчик. Я говорю, Дэня, поставь на место. Он поставил на место. А я там монтирую, сижу. Потом смотрю, опять что-то крадётся. Этот стол берёт. Этот же мама не разрешила. А, стол тащила. Я говорю, стол нельзя. Потом этот стул залез. Я говорю, так, ты что думаешь? Говорю, этот стол я тебе не разрешила. Ты этот берёшь? Он такой, ага. Я говорю, нет, нельзя туда залазить. А я споворачиваюсь. Ну, раз в стулья нельзя, наложила подушек, залез и достала сверху вот мини-бублики. Находчивый парень. Ой, ну что, мои хорошие, что-то я целый день смонтировала видео, начала раскладывать вещи в шкафу. В общем, не знаю даже, как лучше, блин, сложить. Пока что я просто какие-то вещи, которые прям вот ношу, да, которые мне там нужны будут. И то я думаю, что некоторые надо разобрать. Вот там, например, весь низ. Ну, половину низа можно уже вообще убрать, потому что там тёплые вещи. Но я просто их переложила, потому что я освобождаю другую комнату, да. Вообще, на самом деле, полки очень-очень огромные. То, что у меня на одной полке вот так вот еле вмещалось, здесь у меня и так, и так, и ещё место осталось. Вот вниз сейчас чуть-чуть позапихала. Это надо сейчас разобрать будет попозже, прям вообще. У меня одна полка, она останется просто пустая. И я хочу купить либо в Икеа, либо в Хофф, ну, где-нибудь, или в Леруа. Ящики для хранения такие мягкие, знаете. Возможно, их даже три вот так будет, чтобы я их просто вытаскивала. В одном будут носки, например, в другом трусы вот такое вот, да, то, что я всегда ношу. В третьем там лифы, например. Хотя лифы не очень люблю, но какие-то там, может, топы, майки, вот что-то такое. Вот. Или как-то, не знаю, посмотрю, там разделю. И они будут достаточно глубокие и большие. И вот один из них оставить для этого. Вот, наверное, вот это я всё разберу и внизу оставлю. Вот. Здесь я, как видите, сделала... А, вот там у меня будет бельё. Я освобожу под кроватью место и положу как раз туда хранение вот таких тёплых вещей. И я ещё там решила убрать кое-что под кроватью. Покажу потом. А здесь я как раз-таки положу постельное, чтобы их было видно, это постельное, какого цвета, что мне нужно вытащить, накрыть. Для съёмок я часто использую. Здесь я убрала, как видите, полку одну. И теперь у меня могут здесь длинные вещи храниться, да. А там, где коротенькие части каких-то всё-таки, я решила положить здесь сумки. Внизу обувь кое-какую чистую, да. Вот обувь, которую я там редко ношу на самом деле, да. А может, для съёмок там что-то такое. Ну, ещё не всё положила. То, что у меня самая чистая, то и положила сюда. Ну, вот здесь может храниться обувь. Но вообще, конечно, когда у меня гардеробная будет у входа, тогда там всё и будет храниться. Вот. Ну, а здесь наверху, не знаю, мне кажется, все одеяла у меня в одно влезут, в другое можно подумать, что там положить. Не знаю ещё. Вот. В общем, пока что так. Ну, здесь, например, у меня брюки лежат. Здесь у меня длинные такие платья шерстяные. Здесь у меня пиджаки. Пиджаки-кардиганы. Здесь у меня свитера всякие, там толстовочки такое всё. Костюмы висят. Классические костюмы. Ну, такие более-менее спортивные костюмы. Вот. Примерно так. Здесь у меня... Вообще пипец сколько вещей. Так это ещё не все, далеко не все. Здесь у меня идут куртки, джинсовки. Вот они, они, куртки-джинсовки. Мне кажется, скоро нужно отдельное видео снимать, что у меня и для чего я это оставляю. Это ещё не всё. Я и положила, на самом деле. Это то, что решила действительно оставить. Потом у меня идут рубашки, водолазки, которые висят на вешалках, потому что некоторые мнутся из них, да. Потом с длинным рукавом всякие идут тоже толстовочки. Ну, не такие тёплые, как там. Там более тёплые. Вот. Потом идут футболки. Вот это всё футболки. Тёмные футболки, светлые футболки, для съёмок часто что-то. Ну, вот яркие футболки. Потом идут майки и домашняя одежда. Вот такие пироги. Ну, здесь вот домашняя одежда. Вот. Это всё брюки. Вот там вот целый слой брюк. Здесь платье. Платье какие-то тоже вот это ещё более-менее разобрать надо. Это вот всё у меня эти водолазочки мои. Ну, а вот там это свитера тёплые. Вот видите, для хранения. Уже сейчас в такую погоду уже и как-то не поодеваюсь. Уже очень жарко у нас резко. Вот. И костюмы, короче, здесь. Очень много тёплых костюмов. А это просто свитера такие тёплые. Короче, я так вот запихала здесь, можно так сказать. Специально, чтобы быстрее разобрать. У меня, кстати, освободилась в той комнате детская. Освободилась целая вешалка. Я её сложила. И раз, и места больше стало. Буду потихоньку там убирать, готовить комнату под электрику. Вот. Сейчас нам варю с Денечкой пельмешки. Давно мы их что-то не ели. Я купила пельмешки новенькие. Ещё попробовать мини. Не те, которые те были, а другие. Хотя, что попробовать? Мы их когда-то ели. Денька их тоже любит. Вот. Сибирская коллекция. Они тоже миниатюрки. Ещё ему нравятся белорусские. Я показывала вам, не показывала, не помню. В общем, сейчас варю пельмешки, покушаем. И я сяду за монтаж снова. Доброго вечерочка, мои любимые. Давно у нас с вами не было таких вечерних посиделочек. Я сейчас сижу, монтирую видео. Ой. Что-то совсем моё сердечко шалит. Вот, правда, с лёгкими всё в порядке, всё нормально. И я вот реально и думаю, что это что-то у меня с нервами уже. Что-то... Я, правда, немного понервничаю, психую. Просто даже вот... Просто, да. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Вчера вообще я очень-очень сложно уснула. У меня вчера... Я не знаю, как болит сердце. Я не знаю, как... Что такое тахикардия. Что, зайчик? Мне достаточно сложно описать, что со мной происходит. Но, в принципе, одно могу сказать, что вчера было. Это чувство тревоги. Это... Как после, знаете, когда ты... Вот у меня ассоциации одни. Когда ты сильно-сильно поплачешь, да. Вот что-то произошло, стресс какой-то испытала. И вот поплакала. Вот прям вот плакала, обидно. А потом ты успокаиваешься. Потому что все хорошо. И вот в теле остается остаточное такое ощущение, да. Как будто ты плакала, ты там схлипываешь, да, где-то. Тяжело дышать. Тяжелая грудная клетка. И вот это вот чувство такой тревоги еще внутри остаточное остается. В общем, вчера у меня такое состояние прям долго было. Я не могла из-за него уснуть. Я несколько раз вставала и порывалась найти корвалол. Я просто не пила ни разу корвалол, валидол. Вот эти вот все средства. Я очень их боюсь. И думаю, мало ли у меня вдруг аллергия на что-нибудь. Сейчас вот я ночью выпью новое лекарство для себя. Я вообще не аллергичный человек. Но почему-то, зная, как может проявляться по разным аллергиям, мне почему-то страшно, что какое-то незнакомое, что я не пробовала, да, может вызвать аллергию. И, в общем, я позвонила любимому. Мы с ним на телефоне, на связи были все время. Я при нем выпила корвалол. Ну, вроде все хорошо, но я вам так скажу, что особенно... Денечка, пожалуйста. Я не скажу, что у меня прям корвалол снял все. Все, что меня беспокоило. Я просто уснула. Я чувствовала, что у меня так же меня все и беспокоит. Но просто я уснула. Слава Богу. Утром я встала в надежде, что все прекрасно. Моя состояние будет прекрасное. Я буду, как обычно, бодра и весела. Но нет. Я просто открыла глаза и чувствую то же самое вечернее состояние. Мне тяжело дышать. Мне не хватает воздуха. Даже если я открываю окно, чувство тревоги, тяжесть такая в грудной клетке, кашель вот эта вот. В общем, я позвонила, вызвала врача. Должна сегодня приехать. Посмотрим, что мне скажут. Сейчас я сделала себе завтрак. Сил вообще никаких нет. Вообще желания ничего нет делать. Не кричать, не нервничать. А Денька все равно заставляет меня нервничать. Нет, нет. Сделала себе вот эту. Я уже начала есть. Просто думаю, глянь, не поздоровалась с вами. Сделала себе яишенку. Авокадо, там все дела. Сейчас покушаю и лягу. Сегодня у меня много планов, но я сегодня просто пока что не в силах ничего делать. Посмотрим, что пропишет врач. Возможно, там нужно будет сделать, там, не знаю, какую-то кардиограмму или что-то такое. Посмотрим. Буду держать вас в курсе. В общем, моей крошке пришла доктор. Я уже ее ждала, не дождалась прям. В общем, пришла доктор, она меня послушала. Кстати, давление не мерила. Вот. И температуру не мерила. Не спрашивала даже. Симптомы, которые я ей назвала, она послушала меня. Вот. Посмотрела маокате. Ну, все чисто, да. Говорит, по слуху, то, что я, говорит, слушаю, я, говорит, не вижу, ну, как бы не вижу, не слышу никаких каких-то отклонений, там, или еще что-то, да. Все как бы чистенько, все ровненько. Ну, единственное, ну, сердечко бьется или что-то такое, да. Сказала, бронхиальное дерево раздражено. Вот. И прописала, в общем, сказала к аллергологу пойти, сказала к пульмонологу вроде, я опять забыла эти названия все, по-моему, пульмонолог. Я и аллерголог, и преимущественно даже к аллергологу, типа, сходить лучше. Я объяснила еще, что, говорю, вот новый дом, типа, все дела. Я говорю, у меня все это совпадает вместе с тем, что я после болезни вот начала кашлять, я восстановила события, я болела, начала кашлять. Пока после того, как, ну, вылечилась. И это совпало еще вместе с тем, что штробили у нас тут электрику делали, да, вот это вот все дело. Так, короче, она мне прописала ринголин. Это для горла. Рассасывает три раза в день. Магний Б6. Но она мне сказала его в таблетках. Я показала, вот, которые я покупала. Она говорит, он детский, и он с отдушкой. И эта отдушка может вызывать кашель. Вот. Сказала брать в таблетках. И Мидокалм. Мидокалм, что-то типа того. 50 миллиграмм, по 50 миллиграмм. Два раза в день. Это расслабит мышцы. У меня сейчас просто, видимо, она говорит, это может еще, как бы... Короче, я не хочу просто передавать то, что я не запомнила. Ну, в общем, мне надо сходить в аптеку, все это купить. Передумала я, в общем-то, покупать эти лекарства, которые прописал мне доктор. Я посоветовалась со своими близкими родственниками, которые говорят, что это достаточно сильное лекарство. Вот последнее, которое и его назначают. Вообще, ну, нужно, как, мне кажется, точно более знать, что со мной. Плюс мне не померили давление. То есть не выяснили причины кашля моего. И прописали таблетки от кашля. Это тоже так не делается. Вот что это за таблетки. Надо о них лучше узнать, прочитать. В общем, магний B6, может быть, и можно там попить. Да, это как бы не повредит. Но завтра я планирую... Записываться не надо. Завтра я планирую... У нас тут недалеко есть, где можно сдать анализ крови общий. И сдать анализ на иммуноглюбленье. Вот эти два анализа я хочу сдать на голодный желудок завтра утром. Ну, так как пятница, а в понедельник только будут готовы они. Завтра пятница. Вот. Тогда результаты будут только в понедельник. И от этого уже будем отталкиваться, к какому врачу лучше пойти. Сейчас, после того, как врач ушла уже, мне вроде бы так стало по чуть-чуточки легче, легче, легче. Я не подхожу сегодня ни к каким своим делам. Отдыхаю. Сейчас приготовила, сварила картошечку и с тунцом. Такой тунец в собственном соку. Перемешала. Деньке вот нравится, он кушает. И себе тоже мне прям понравилось вкусненько. А, и маслица еще добавила. И Деньке варю там перепелиные яйца. Я решила ему варить по несколько штучек в день. И пусть кушает. Ему очень понравилось. Яйца, в принципе, полезные. Если он хоть маленькие кушает, пусть ест. Ой, доброе утро, мои хорошие. Ой, сейчас прилягу. Что-то я в душе, когда под горячей водой она забирает очень много энергии, мне кажется. Чувствую себя сегодня хорошо. Вот, прохожу там одну психотерапию. Вчера был первый день. Ну, это я потом расскажу уже. Я хочу полностью пройти. И, возможно, это в следующем влоге будет. Уже расскажу, что за психотерапия. Вот, должна на себе все испробовать, посмотреть. И тогда вам уже чистый отзыв говорить. Вот. Какие сегодня планы? Я сегодня уже проснулась. И что я поделала сегодня? Попрыгала 150 раз. Я инфу подняла. Разогнала. Зарядку небольшую сделала. Чуть-чуть. Вообще, думаю, надо найти мою колоночку и включать музыку, радио. И попрактиковать вот это с музыкой вставать. Я даже где-то читала это в хороших привычках. Вставать надо с музыкой. Да. Точно. Не зря мне захотелось найти эту колонку мою. Ну, День какой. Я от Деньки все время ее прячу. Надо будет найти. Попила кофе. Полежала в бане с солью чуть-чуть. И сейчас хочу... Состояние спокойное, стабильное. Сейчас хочу начать снимать видео одно. И я его, скорее всего, не закончу. Мне нужно будет выйти на улицу и кое-что сделать. Вот. Короче, такое дробление получится немножечко. Вот. Хочу сходить в аптеку, взять таблетки от кашля, которые мне прописали. Мы вроде посмотрели, вроде таблетки хорошие. Таблетки от кашля можно взять. Магний Б6, в принципе, в таблеточках можно попробовать взять. Мне кажется, по моему состоянию и по моему голосу понятно, что я очень успокоенная сегодня. Сегодня, кстати, еще хочу сделать себе день. День изобилия называется. Это значит, что я пойду в магазин, не буду смотреть на цены. Ну, я и так на них особо не смотрю. Только если что-то, знаете, эксклюзивное беру в отделе дорогих, да, то я, конечно, на цену обращу внимание. Но если мне что-то очень хочется, я все равно это возьму. Вот. А сегодня прям не буду смотреть вообще на цены и просто буду брать все, что я захочу. Все. Все, что моей душе угодно. Хочу забить холодильник всякими разными полезностями и вкусняшками, сколько бы они ни стоили. Вот. Не знаю, куда заехать. В ленту. Или даже, ну, ничего такого срочного мне не надо, что именно в ленте продается, да. Возможно, заеду просто в пятерочку рядом, чтобы далеко не ехать. Там посмотрим уже. Вот, на почту схожу, там посылочки меня ждут две. В общем, день такой расслабленный. Хочу баловать себя и отдыхать. Вот. Такие выводы. Вот. Сейчас буду сушиться. И будем потихоньку собираться. Представляете, прилегла и прям так преснула даже. Минут 20 прошло. Кайф. Мы приехали из дома, мои хорошие. Я замечаю в своем теле радость, как откликается мое тело. Раньше что-то не обращала внимания. Сейчас стала обращать больше внимания на то, что происходит у меня. Даже маленькие какие-то перемены. Как мой организм реагирует на те или иные новости. Какие-то полезная такая тема. Я так пришла к этому. Не без помощи, конечно. Мне нужно заехать на почту, две посылки забрать. Мне нужно кое-что поменять в фикс-прайсе. Я не знаю, кстати, как сейчас. О, раз. Сразу организм отреагировал. Поменять в фикс-прайсе. И сразу, знаете, момент такой, что может быть скандал. Вдруг они мне не поверят или еще что-то. И у меня раз такой страх возник такой, знаете, внутри. Я его прям почувствовала. Пипец. Не хочу скандалить просто. Я сейчас вся такая на спокойствии. Мне хорошо. Я, видите, накрасилась. Чувствую себя прекрасно. Хочу скорее зеркало, чтобы было у меня в доме. А то я выхожу даже из дома не смотрюсь. Чего? Красное, да. Мы стоим. Красное. Вот, что еще хотела. А, хотела попробовать на самом деле выпить мачо. Мне моя астролог сказала, что мачо можно купить готовый напиток. Попробовать, прежде чем его заказывать себе и покупать. Зеленый. Зеленый, да. А потому что он не всем подходит. И в Starbucks вроде мачо продают. Вот я хочу доехать. Страшно. Страшно доехать, понимаете. А вдруг не доеду. Ну, короче, я сейчас сделаю сначала все дела. А потом посмотрю, и я бы до ближайшего Starbucks доехала бы и взяла попробовать мачо. Как она мне вообще вкусно, невкусно, зайдет, не зайдет. Слушайте, мне кажется, будет дождь. Я прям вижу в заднем окне. Прям, не знаю, видите вы, нет? В заднем. Там тучи прям какие-то. Здесь более-менее светло, а сзади тучи. Вот я и зря боялась. Мне все быстро сделали. Прям 3 секунды. Так, отправляемся на почту. У нас дождик начался. Прям хорошо. Дорогу омывают. Я люблю, когда дождик, а я в машине. Единственное, что если нужно куда-то выходить сейчас, я помыла голову, всю мою укладочку намочит. Короче, кайф. Кайф просто нет дома. Хотя и дома тоже кайф. А сейчас, кстати, проезжаю в своем старом районе и вспоминаю, что у меня здесь вообще-то колеса мои лежат. А сейчас я, когда заеду сюда, может, они мне резину быренько поменяют. А то я езжу на своей там, как это, ну, короче, шуршу, как говорится. Мама мне еще говорит, давай уже, меняй. Хотя никуда не выезжаем, да, и хрен его знает, сколько еще не выезжать. Но у нас позднее лето такое, сентябрь, октябрь еще. Мы не меняем резину. Я думаю, что, наверное, ее надо поменять. Все-таки на зимний гонять это не варик. Вдруг шальная идея посетила меня в голову. А вообще, а как сейчас живет и вообще функционирует ли торговый центр «Горизонт»? Мне просто интересно. Заодно и там Старбакс. Я сначала хотела поехать в Старбакс на Садовой, где магазин «Вкус Вилл» еще, думаю, заехать. У нас только в одном месте. А потом думаю, блин, вот я раз слышу в сторис, там магазин «Детский мир» открыт. Кто-то ездил, покупал вещи, да. «Леруа» открыт. Там мне стало интересно вообще. А работает ли Старбакс, например? И как вообще, закрыты магазины? Вот заходишь в торговый центр, что там закрыты магазины все? Мне интересно. Прям хочу заехать и разведать этот момент. Короче, ничего не работает. Вообще, стоянка пустая в горизонте. И я у охранника спросила, говорю, а Старбакс работает на вынос, может, хотя бы как-то, да? Нет, не работает. Ну, «Бургер Гинг» на вынос работает. Ну, я хочу матча вот за это вот попробовать, да? Там нету такого. Вот, ладно, поеду. Сейчас тогда Старбакс, который на Садовое, там на вынос точно они работают. И заодно вкусвилл. Заеду, куплю что-нибудь вкусненького от такого, продуктов каких-нибудь необычненьких, дорогих, блин, заморских, баклажанных. Торговый центр весь спит. Вот, смотрите, стоянка пустая. Вот я проезжала, все закрыто. Да, ни души. Так что не обидно даже. Вообще город, город спит все-таки весь. Ну, что, зашли. Я решила все-таки все в кафе взять. Мне больше здесь нравится, как готовят кофе. И я спросила, у них есть матча тоже. Кстати, вон там даже продается по упаковке матча. Я так спросила и поняла, что это просто чай, перемолотый в порошок. Что-то интересное. В общем, с молоком классическим взяла. Ну, не обычным классическим, а соевым. Чтобы почувствовать лучший вкус самой матчи. Ждем. Так, мне приготовили. Иди сюда, Косик. Мне приготовили матч Аллаты. Я взяла 200 специально. Пахнет чаем и рыбой сушеной. Аж без сахара, аж, да? Слушайте, ну, в целом, неплохо. Я бы смогла такое пить. Вполне себе. И еще мне Алена, моя астролог, говорит, что он и бодрит отличное. И типа даже лучше, чем кофе и все такое. Короче, нужно будет заказать. Я даже и без сахара могу его пить. Класс. Все, теперь идем во вкус вилл. Я не знаю, машину я тут оставлю. Очкливо, правда. Оставлю. Все-таки объехала, припарковалась на парковке, чтобы нормально сходить во вкус вилл. И не спешить. И не думать, что сейчас мою тачку эвакуируют. Все, заходим. Тут очередь у нас. Нас не пустили. Ждем, пока кто-нибудь выйдет. Потом зайдем. Хочу мягкий авокадо. Классный. А что он, твердый весь? Твердый, твердый. Еще мягкий какой-то. Крупный, но не мягкий. Ой, виноградик какой. Смотрите. Блин, глаза разбегушки. Я подумала, что это манго. А это авокадо-гигант. Возьмем его, попробуем. Слушайте, накупила продуктов. В основном овощи, фрукты и сладости. Очень такие сладости, которые не продаются в обычных магазинах. Я знаю, что вкус вилл отличается качеством. Именно вообще продукта. Я решила, чтобы здесь не занимать эфир. Я прям сниму отдельное видео. У меня два больших пакета получилось. Я прям скажу, что я купила. А мне вышло там все 2 800. И казалось бы, я ничего такого особенного не покупала. Но есть дорогие продукты. И мы заодно их будем и тестить, и пробовать на моем втором канале. Ссылку я оставлю под видео. Заходите, покупки вкус вилл будут там. Денька выбросила очки. Зеленые такие. Мама в синих, а Денька в зеленых. Зеленые. Хочу ему очки купить. Он ему прям очень нравится. Хочу ему купить полароиды. Я как-то видела маленькие. И помню, мы подходили, когда он был помладше. Когда в ТЦ еще работал. Было дело, ТЦ работал. И что-то он такой, не-не-не-не-не-не. Думаю, ну ладно, подрасти. А сейчас он у тебя очки просит. Я ему говорю, купим тебе маленькие очки. Чтобы для тебя прям. Мне кажется, они для глазок хорошие. И они легкие. Вот чем мне нравятся полароиды. Они легенькие. Ну, не все, конечно, да. Но вот из пластика, который делается. Они очень легкие и прям кайф. Пришли домой. То, что во вкус вилл купили, я уже сняла. На второй канал, да. А то, что мы в пятерочке забежали, купили. Вот цезарь, пельмешки такие попробуем еще. Ну, главное, что они маленькие. Вроде цезарь хороший. Так, хлеб отрубной взяла. Айран, это я окрошку хочу сделать. Кстати, там был айран синий и был айран зеленый. Я так почитала. Ну, в общем. И не поняла, чем они отличаются. Кто знает, напишите, пожалуйста. Так, ну, Деньки, вот эти вот печеньки. Кстати, кто знает еще, напишите, какие печеньки самые полезные детские. Вообще, вот самый офигенный состав. Я уже поняла, что Хайнс, вроде бы состав какой-то, кто-то мне написал не очень. Я читала, не поняла толком. Короче, вот такие беру, например. Лифрутоняне. Так, это у меня колбаска молочная, тавер. Это на окрошку. Кефирчик. Кстати, окрошку я люблю заливать либо айраном, офигенно, да. Либо кефир напополам с газированной минералкой просто, да. Или минералка со сметаной. Вот, тоже люблю. Ай, смотрите. Ну, короче, молочные ломтики купила и купила с Витти. Она такая мягенькая, мне кажется, очень вкусная. Это типа грейпфрута, да, только вроде типа слаще. Типа, не помню. Короче, такие маленькие покупочки. Сегодня набрала молочных ломтиков много, Деньки. Я ему в день выдаю по одному. Разбираю еще сейчас посылки. Пришла посылка мне одна из Армавира от одной моей подписчицы. Прислала Денечке подарочки здесь. Вот такой красивый. Мне нравится рубашечка красивая такая. Хлопок. Качество Турция. Она мне написала письмо. Она занимается, у нее свой магазин есть. Вот письмо. Она пишет, что вот эта рубашечка из ее магазина. Турецкое качество. Вот. И ее инстаграм, вот, детские вещи один. Ченька прислала. Мы как раз такое тоже едим. Единственное, что в посылочке, оно здесь раскрошилось. Все. И вот такой, смотрите, интересный. Это что у нас? Пазл какой-то, да? И вот такая вот еще книжка. Мишка Топтышка. 3-5 лет как раз для нас. В общем, вот такая развивательная еще книжечка. Спасибо большое. Спасибо. Это еще. А это куда? Давай. Где-то здесь должно быть. Вот. Да. Дальше. А еще. А это сюда. Молодец. Что-то типа этого, да? Да. Что, не становится нормально? Что-то мы намудрили с тобой уже, раз не становится. Во. Вот. А это что? Это. Куда осталось? Осталось. Клювик. Ой. Что собрал? Фух. Столько всего сегодня наделала. Вообще, когда выходишь из дома, кажется, что ты столько всего сделала. Но просто помимо этого я еще не просто, да, там выехала за продуктами. Я еще заехала в фикс прайс. В один фикс прайс. В другой фикс прайс. В одном поменяла. В другом сняла. На почту. Да. Мачо. Это вот все, что в голове я держу. То есть какие-то такие моменты, которые нужно сделать, да. До этого доехать нужно было до Старбакса или до серф-кафе, чтобы взять мачо эту попробовать. Теперь буду решать. Мне очень понравилось. Хочу узнать вообще, что как лучше, какие фирмы лучше, чтобы реально качественный был вкусный продукт. Вот. Я закажу себе мачо, буду пить. Вот. И я прибежала и сразу сняла вам видео одно, и второе досняла. Вот. И короче я такая, а сейчас еще занимаюсь обложкой. В общем, вроде бы все. Получилась обложка, которую я хотела. Вот. Сейчас уже время на самом деле 8 часов. И Денечку надо ложить спать, искупать, положить спать. Вот. И я думаю, что все. Я буду отдыхать. Мне ничего монтировать. А, школу. Школу блогеров монтировать надо. Но я, наверное, сегодня не буду монтировать, потому что сегодня такой очень насыщенный день был. И я заметила, что я сама себя очень сильно загоняю. Очень много от себя ожидаю. И даже мысленно не даю себе отдохнуть. Если я отдыхаю, просто я, ну как бы, я отдыхаю телом, но мысленно я все равно. Так, надо это сделать, надо это сделать. Ага, вот это записать, это записать. Просто когда я раньше выходила из дома, я проводила время с друзьями. Мы реально смотрели там фильмы. Дэнни отвлек, чтобы сливу ему дала. Короче, когда я с друзьями встречалась, я реально, ну, отдыхала, потому что я занята ими. Мы разговариваем о чем-то. Там проводим вместе время, смотрим кино. Как-то что-нибудь кушаем, готовим, ржем. И реально я отдыхала. А сейчас так как дома все закрыто, и мы не встречаемся. И мама как бы дома, да. И я никуда не выхожу, я никак не даю себе выходной. То есть, получается, я вообще нон-стопом сейчас. Моя башка нон-стопом. И от головы на самом деле все идет. Все. Я себя замучила. Вот. Мое тело бастует. Поэтому все, на сегодня все. Я много сделала. Сейчас я что-нибудь вкусненькое себе приготовлю. Искупаю малыша, положу спать, включу сериал, буду смотреть. Доброе утро, мои хорошие. Пью кофе с новой чашки. Она, правда, высоковатая. И, допустим, ложка обычная не достает до дна. Но мешаю венчиком. Вот этим нормально все. Можно повыше ложечки какие-то длинные купить. Я уже давно хотела. Какие-то маленькие с длинной ручкой ложки. Сегодня 9 мая. Всех с праздником. У нас уже летают тут самолеты, вертолеты. Если удастся снять, я попробую. Но что-то я пока проснулась такая, пока ничего не одупляю, ничего не сняла. Вот. Сегодня у меня в планах разобрать ту детскую комнату. Потому что я одну вешалку уже там освободила. Там места больше становится. Вообще как-то перебрать вещи. Я прям много вещей отдаю. И думаю, что я еще сниму видео, где какие вещи я там отдаю и что. Вот. Надо перебирать. Потому что много-много всего. Кстати, еще у меня вот здесь вот так много футболок разных. Ну, всего. Я не люблю, когда вот так, знаете. Все-таки достаточно тесно все лежит. Да. И так может помяться что-нибудь. Но это вот я уже... Я бы еще сюда даже положила. У меня еще есть вещи. Но пока так. И смотрите, что я заметила. Видите? Белое. Допустим, белое-белое. А тут раз и другой немного цвет. То есть тоже они должны были быть белые. Я вот некоторые футболки решила... Вот видите? Отличаются белые цвета. Некоторые футболки хочу прям постирать в отбеливатели, чтобы они светленькие были. Вот такая штука белое с белым складываешь и понимаешь, что это не совсем белый. Вот. Намного удобнее теперь мне прям по кайфу так что-нибудь одеть. Я уже выходила в последний раз, когда я уже что-то там выбрала интересненькое. Уже как-то хочется одеваться. Вчера тоже вот... У меня сейчас кровать разобрана. Вчера замерзла. Вот представляете, да? Одеялко. Я вот здесь деньки подкладываю немножечко. Кидаю подушечки маленькие вниз. И сверху покрывало, которое вот лежит сверху. И я не хотела ему кроваться сверху, чтобы ему здесь было мягко. Если вдруг свалится, он у меня один раз свалился. Скатился вот так вот. Там подушки были хорошо. И я себе уже достала. Вот я переложила вот там, освободила место внизу. Досталась и зеленая покрывалка. Мне уже не так было холодно. Все, сейчас потихонечку просыпаемся, пьем кофе и пойду. Я вам сейчас даже эту комнату показывать не буду, потому что здесь просто разогром, просто разогром. Но на самом деле надо все сложить. Здесь просто все разбросано сейчас. Вот. Я вам уже покажу, когда сложу все. Покажу, сколько тут места освободилось. Я уже хочу какие-то... Денька все равно сюда заходит, все равно здесь лазит. Я ему хочу уже угол здесь освободить, его игрушки прям, ну вот прям уголочек сделать. Сейчас посмотрим, как мне удастся все разобрать. О, пока не забыла покупки свои. Не все фаберликовские показала. Шампуни набрала. Вот такие вот шампуни. Два только. Я еще брала. Я еще брала шампуни. Короче, сейчас поищу. Вот два шампуня. Защита цвета, питающий уход. Короче, они из одной серии. Что-то я не доглядела. Вообще, я взяла разные прям такие шампуни. Много у них вот таких вот дезинфицирующих гелей. Это так, знаете, одну машину бросила, одну сумку. Взяла, короче, они по 70 с чем-то рублей, по-моему. Вот. Концентрированный гель для стирки черного белья, темного, чтобы сохранялся цвет. И взяла вот такое, смотрите, карбоксотерапия, да? Набор для карбокситерапии. Вот. Один, два, три. Это я буду тестить на своем втором канале. Ссылка на него, как всегда, под видео. Вот. Будет у нас вот такой вот отдельный видеообзор. Никогда не делала. Вообще не представляю, что там такое. Запечатано, видите, все еще. По инструкции будем с вами делать. Вот. Фаберлик взяла. Ну и цены я скажу потом. Только что-то чека я не найду. О, нашла вот такой вот еще шампунь увлажняющий. У меня, как вы знаете, проблема вообще, что у меня шелушится голова все время от шампуня. Вообще никогда такого прям не замечала. Может быть, потому что, знаете, раньше я красила волосы. И это может быть даже не... Ну, как бы шелушилось вот здесь впереди чуть-чуть, да? И когда белые волосы, во-первых, это незаметно, да? А во-вторых... А чего во-вторых? Ну, наверное, да, и незаметно, и незаметно. А сейчас у меня свои отрастают темные. И, конечно, становится заметно. Поэтому я решила понабрать разных вот таких вот с кокосовым молочком и молочным протеином. Вот увлажняющий. Мне кажется, он должен кожу головы увлажнять как-то. Главное, чтобы не грязнилось. В общем, буду все это тестить. Ссылку, кстати, вам оставлю под видео, где я беру все. Фух, крошки, время уже. Блин, я устала на самом деле. Время без 23. Я вот как проснулась, быстро позавтракала, кофе выпила и все. Короче, у меня здесь работа не початый край на самом деле. Вот, но я более-менее очертила, как будто вот и понимаю, какие у меня что коробки остались. Вот это вот рабочее все еще остается, когда он придет. Вот здесь всякие шнуры, все дела. Вот. Ну, там коробка с лекарствами. Одну коробку надо разобрать, ее в ванну. Вот эти коробки все я тут сложила. Это все, что мне нужно разобрать. Прям вот разобрать. Прям вот шнуры все поразобрать. Там еще какой-то пакет подразобрать. Вот это вот все вот здесь надо разобрать. Коробки. Это там, где в коробках куча-куча всего. Как бы я спешила, все собирала, лишь бы скорее переехать. С вещами осталось две вешалки. И из них вот, ну, половина это вещи на продажу, которые вот там в основном все вещи на продажу. Вот. И здесь у меня тоже осталось. Раз, два. Вот там вот пустые коробки всякие разные. Просто не знаю, что я их не выкидываю. Может, их надо выкинуть уже. Ну, короче, тоже вот надо подразобрать. Но более-менее очертила. Мусора вон уже кучу выставила. Но здесь еще будет куча мусора. Вот. Я уже хочу, чтобы этот... Электрик, когда придет... Мне уже надо более-менее очертить, как здесь все будет. И электрик придет, чтобы я ему поняла, ну, показала, чтобы я ему показала уже, где будут розетки. Чтобы я их по-быстрому сделал, потому что, я думаю, здесь недолго. И сразу перешел в другую комнату. Вот сюда сразу перешел. Вот. Короче, в ближайшее время буду заниматься проектом кухни, потому что от нее будет все зависит. Вот. Сделаю проект кухни на черчу, где должны быть розетки. И все. И буду его звать. Уже надоело. Хочу скорее все это дело прикончить. Потому что он сюда, здесь все сделает, перейдет сюда, сделает все здесь электрику, да. И мы уже щиток заложим, там все дела. А потом будем уже шкаф делать под этот щиток, чтобы его скрыть в шкафу. Короче, целое дело. Все друг от друга зависит. Пятнашки такие. Ну, жесть. Вот. Так, это я тут мыла полы, пылесосила. У меня спина просто отрывается. Все, кстати, мелкие. У меня, оказывается, два вида шариков вот таких. Маленькие были большие. Вот эти вот не... Ну, под кровать не засовываются. Там помыла полы, все шарики вытащила. Все маленькие шарики были под кроватью. Я их убрала, оставила только большие. Все. Вот. Сейчас еще кое-что засуну в диван. И буду отдыхать немножечко. Покушать надо нам как следует. Уже бед, блин. Буду думать, что дальше делать интересненького. Я решила себя беречь. Поработала в первой половине дня. Все. Вторую можно отдыхать. Сделала, Деньке, этот омлетик. Кушай. Из перепелиных яичек. И он кушает. И нравится ему. Мама счастлива. Я при нем прям делала. Бери, вот смотри, твои маленькие яички. В смысле перепелиные. При нем разбила, помешала. Все. Сделала. Мама так радуется, когда ты кушаешь больше разнообразной еды. Ой, игрушки мои. Время вечер уже. На улице дождь был. В каплях. Все. Ой, так хорошо. Я смотрю свой любимый сериал. Никуда не тороплюсь. Мысли не гоняю внутри. Так хорошо. Хочется съесть что-нибудь вкусненькое, сладенькое. То одно съем, то другое. Вот так вот. Вот так вот надо все время. И тогда все будет хорошо. Так. У меня там вкусняшки кое-какие лежат. Сейчас буду кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Авокадо, кстати, надо еще съесть. Кусочек. Ягодки у меня здесь. Рулет куриный. Ну, это я вечером люблю, знаете. Вот поесть что-нибудь такое вредненькое. Сливки. Я не знаю, что я хочу. Наверное, я вот этот вот хочу безумный рулет. Сейчас чай все сделаю. Ой, у меня еще манго осталось. И надо будет приготовить мне еще еды. Шоколадки что-то лежат. Не ем их. Вот, короче, мой полупустой холодильник. Что делаешь? Что делает моя антезиночка такая маленькая? Всем доброе утро. Сегодня проснулись с отличным настроением. Деньке уже сделала яишенку. Он сегодня ее тоже вместе со мной делал. А я себе тоже вот яичко и авокадо. Я купила гигантский авокадо. Но что-то я его почистила, он начинает темнеть. Я не знаю, насколько это плохо или нет, но пахнет он хорошо. Изучаю потихоньку вкусы ребенка. Сделала ему сейчас вот эти хлопья. Ему они не понравились с молоком. Молоко использую вот такое. А вот эта гранола заходит за милую душу. Смотри. Ням. Ой, как вкусно. Пей. Уже ложек шесть съел. Но я радуюсь на самом деле. Здесь у нас кэроб. Честно говоря, кэроб, вот шоколад из кэроба мне не очень нравится. Добавление чуть-чуть куда-то там в чай. Это вкусно. А вот шоколад из кэроба не люблю. Здесь прям кусочки кэроба. И ощущение такое прям карабическое. В общем, едим вот такое вот. А еще сегодня я планирую индейку сварить, потушить. Что-то типа того. И попробовать Деньке замешать пюре. Будет ли он такое есть. Потому что раньше он не ел. Только вот в баночках ему нравится. Сейчас попробую. Периодически надо пробовать. Вдруг поменялись вкусы. Ну что, мои хорошие. Столько вот мусора насобиралось. Еще две коробки я разобрала там у себя. Кстати, часть мне надо сейчас вот снять. Что я выкидываю и что-то отдаю, что-то выкидываю. А вот там два, это два мусора. Меня так бесят эти коробки, которые собираются. И я, знаете, мама может быть сказала бы, да, коробки пригодятся под что-нибудь подложить, подстелить. Они меня настолько бесят, они столько занимают место, что я не хочу их хранить. Я их выкидываю. Все. Подложить что-то я найду что-нибудь другое. Только не коробки. Они меня раздражают. Этот цвет, эти габариты. Там у меня чек есть, где булочек. Хорошо. Молодец. Как я заметил? Хорошо. Дай праздник. Ну что, мы пришли домой. У меня, как всегда, разряжается батарейка. Я не успевала их заряжать. У меня тысячи гаджетов. Мне кажется, все время что-то стоит на зарядке. Пришла сейчас настроение хорошее, просто потому, что я уже чувствую, что я столько много сделала. Я уже даже подустала. А время полчетвертого. Ну, то есть, время день, да? А я уже все сделала. Много чего. Вот, поэтому, что сейчас? Сейчас надо полежать, включить что-нибудь себе, деньку накормить. А, надо сделать, блин. Да, конечно. Сейчас я вот приготовлю, и тогда уже точно будет все. Мы с мамой на связи. Как дух. Поздоровайся, мамочоли. Привет, привет. Мамочоли, что делечит, полярца надевает. Да, мы, короче, это, я тут хотела приготовить просто потушить. Потом я решила приготовить соус. Уже мама мне сказала рецепт своего соуса, напомнила. И в процессе, пока мы с ней болтали, я подумала, что я хочу плов. И там начало одинаковое. В общем, мы засыпаем сюда. У меня здесь, короче, одна морковка, один лучок. И вот индейка. Сейчас это 10 минут я обжариваю все. И потом добавляю рис. Два мерных стаканчика. И три мерных стаканчика водички. И все, и ставлю на плов на 50 минут. Плов здесь получается, девочки, обалденный. Я думаю, Денька... Мама, ты не помнишь, Денька же кушал плов у нас, да? Да. Да. Мамочоли, вроде кушал. Ты плов будешь? Да. Смотри мне. Так, девочки, добавила сюда воды, добавила риса, добавила приправы. Добавляем чесночок. Все пожарилось. Вот так вот. И... Мамуля, а солить надо? Да, я люблю. Да, ну все, добавляешь потом и все. Так, солим. Вот чешточка. Еще. Не знаю, чуть-чуть, короче, я, мне кажется, посолила. Все, теперь... А зелень надо сюда, нет? В плов зелень не... Все. Тогда мы вот так закрываем. 50 минут старт. Ю-ху! Мама! Да что же тебе? Ты меня почистай! Да читай, зайка! Короче, плов 9 минут осталось. Картошку сделала. Сейчас дала картошку с мясом Деньке, с цыпленком здесь помешала. Вот, покушай, а то вечерком плов будем. Ну что, открываем наш плов. Денька уже поел, а я... Ах, боже, какой аромат! Шикардос! Обожаю этот плов. Как его много! Мне надо срочно кого-то в гости позвать. Крошки вообще не фанат плова. И всегда, когда я их покупала, ну, заказывала где-то в ресторане, да, меня не впечатляло. То, мне кажется, масла много, то какой-то рис твердый, да, то еще что-то, то жирно как-то все много, то вкус, привкус какой-то непонятный. Пока я не приготовила плов в своей мультиварке. Я когда-то давно пробовала идеальный плов, то есть я знаю, что он есть, какой он должен быть. И вот, когда я приготовила в первый раз плов в своей мультиварке, это было на моей старой квартире, когда только она появилась у меня, я обалдела, что это мой идеальный плов. Соли мало. Цены этому плову нет. Если бы такое подавали в ресторане, это был бы мой любимый ресторан. Может, ресторан свой открыт? Ой, мои хорошие, ну что? Так, стиралочка еще идет. Блин, 22 минуты. Как бы она не закончила стирать, знаете, она заканчивает стирать и пищит. И Денька сразу вскакивает. Все? Давай, закрываем. Вскакивает и бежит. Сейчас я его укладывать спать собираюсь. Время без 5,8. Пока будет валяться. Пока то-сё, пока это. Пока полежим. На улице, кстати, светло еще. Но я закрываю плотные шторы наши. И у нас тут не просачивается свет. Можно спать. Я, кстати, еще разобрала две коробки. Вот, что меня не может не радовать. А, разобрала одну коробку. А, нет, две коробки. Нет, одну коробку и одну большую такую штуку. Короче, большое пространство, где у меня всякие вещи были. И я в стирку все отправила. Сейчас там и кофточки, и футболочки, и эти... Господи. И купальники, и колготки. Это просто у меня там было в одном месте. Все сложно. Я все побросала, когда переезжали. И все, я никак не могла подойти к этой корзине. Такая корзина. Которую я разобрала. Кидай сюда подушки, Дань. Да, носочки снимай. На кровать залазь? Ой. Все. Укладываем все. Кстати, вот этот вот ночник брала в экспрессе. Вот он уже чуть начинает подзаедать. Вот он раз, он включается, а вот не всегда срабатывает вот эта штучка. Но он очень удобный. Симпатичный и удобный. Это сушится зимняя. Сложу потом, досушится чуть-чуть. Сложу в кровать. Кровать меня вообще нарадовать не может. Реально столько пространства для хранения. Вот. Еще, кстати, одна штука мне нравится. Хранить в таких боксах. Я вам, наверное, уже завтра покажу. Все. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня новый день. И, наверное, сегодня я закончу влог. Причем даже не до вечера. Потому что мне нужно его монтировать потихонечку. Сейчас приняла душ, уже позавтракала. Деньку накормила. В планах у меня снять несколько видео для вас. Вот. Еще пока сидела, еще всякие идеи приходили. Пока купалась. Еще всякие идеи приходили в голову. Вот. Сейчас буду сегодня все это реализовать. Погода хорошая. Мне так и хочется куда-то вырваться, если честно. Прям куда-нибудь в деревню уехать. Но я понимаю, что мне нужно подготовить контент, чтобы уехать. Да. Или в гости куда-то поехать. Вот. Мы ждем, ждем, наконец-таки, 12 мая. И я знаю, что в Москве продлили карантин. Но, может быть, есть надежда, что у нас, может быть, его не продлят, откроют хотя бы. Пусть будет все в режиме таком аккуратном, но откроют магазины, чтобы можно было продолжать делать ремонт, покупать все. И вот почувствовать некую свободу уже хочется. Хотя бы минимально. А! Стоять! Стопэ! Я попробовала шампунчик Фаберлик 1. Вот сегодня первый раз. Вот этот шампунь попробовала. Девочки, он офигенно пенится. И он так вкусно пахнет. Мне кажется, это запах кокосовым молочком. Кот. Ага, я и думаю, что-то такое пахнет. Ну, короче, он такой сладенький. Очень вкусно пахнет. Хорошо пенится. Но насколько он увлажняет и как что. Под водой волосы шикарные. Ну, как он там дальше будет себя вести. Это я вам уже потом расскажу. Хотите посмотреть, как проходят наши съемки? Дэнька тут спит, да? А мама тут поставила все. Мне что-то захотелось тут снять вещи, которые я отдаю. Какие-то отдаю, какие-то выбрасываю. В общем, а Дэня не может без меня там мультики сидеть смотреть. Поэтому он спать. Ложись. Он сам вот это все приносит все время. Он любит на полу, чтобы ничего на полу не было подстелено. И лежать. Не знаю, может им жарко. Ладно. Так. Я начинаю съемки. Вот, девочки, насколько я человек, который любит вот что-то новенькое. Что-то вот, 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 что-то покупочки. Вот это вот пришло по ссылочке в моем люди. Ну, это транзит. Я не собиралась сегодня выходить из дома. Но я сегодня сняла видео. Что еще сегодня хорошего сделала? А я сегодня ничего такого больше не сделала. Но пришла смска с почты. Ну, там уже приходила вчера смска, что там кое-что пришло. И сегодня пришла еще одна смска, что пришел там, ну, большой заказ. И я такая думаю, ну, все, надо идти. Ну, заодно и прогуляться. Сейчас вышли из дома, просто ветер жуткий сносит с ног. Ну, мы быстро в машинку прыгнули. Вот, сейчас туда-сюда и обратно. Перехожу, короче, на японский мачо-чай. Вот купила сейчас, девочки, 50 грамм 1450 рублей. Цены космос. Так это еще не самый дорогой. Там у них было 40 грамм баночка. 3500 стоило в два раза дороже. Это, получается, за грамм, вот здесь за грамм. А сколько тут за грамм? 30 рублей почти, да? 28 рублей за грамм. А там вообще, посчитать, так вообще почти 80 рублей за грамм. Короче, цены космос. Но я, помните, здесь же, да, в этом влоге я пробовала мачо. Она пахла рыбой. Я сказала еще, какой-то рыбный запах. Это потому, что я к ним заехала. Я говорю, можете мне цвет показать? Они открыли, а цвет там такой, знаете, болотный какой-то, такой, неяркий. И мне моя астролог сказала, выбирай по яркости. Он должен быть яркий, да, и у него запах приятный, соответственно. И вот я сейчас зашла в одно место, ну, у нас тут в Ростове, да, и понюхала. То есть я понюхала один. Сначала он так же рыбный пахнул, как вот в серф-кафе. А потом они мне дали, ну, а тот стоил 10, ну, типа 10 рублей за грамм, да. Потом они мне дают подороже. То есть вот этот уже 28 рублей за грамм дороговато, да. Я его нюхаю, а у него прям он пахнет таким тонким ароматом шоколада какого-то молочного. Представляете, очень приятный запах, вкусный. И потом они мне дают еще там линейку, еще дороже там. Столько же стоит там, 3 500. И оно пахнет, знаете, прям зеленым, мягким, ну, приятные ароматы, не рыбой, понимаете. Вот эта вот рыба, это, видимо, вот не то. Короче, я прикалываюсь сейчас над мачо-чаем. Даже, даже вот тот рыбный вкус, он мне понравился. То есть я могла бы его пить, да. Но если есть еще и без рыбного вкуса, аромата, да, то вообще кайф. Мачо-чай мое. Я уже спросила, как что там заваривать, как что делать. Попробую, поэкспериментирую. Ну, вот эти 50 грамм мне, ну, как бы на, ну, нормально. Короче, 10 грамм где-то на 3 раза. 10 грамм на 3 раза, да. То есть, ну, нормально как бы, можно, да. И сейчас еще одной девушке я звонила, а она на доставке сейчас работает. Она поехала в Новочеркасск и уже возвращается. И она сказала, что у нас прям супер японский чай. И у них цены такие еще низкие. И типа супер японский чай правильного, цвет правильного, там, помола. Я вот хочу сейчас тоже к ней заехать и взять у нее чуть-чуть еще на пробу. Если у нее там супер-пупер. Если у нее дешевле будет, потому что это какие-то космос цены. А еще в одно место звонила, я все по Ростову здесь. Еще в одно место позвонила, и он говорит, у нас только супер-пупер чай, ну, вот 16 рублей цена. Типа премиум какой-то класс. Ну, типа это дорого, понимаете. Я такая думаю, не, у них 16. А я была рядом с их магазином, и я такая думаю, не, 16 рублей за грамм это дорого. Потому что у той девушки 10-12, понимаете. И тут мне продают за 28. Ой, ладно. Ну, я все равно рада. Что, я и этот попробую сейчас, и еще девушку дождусь. Другой попробую. Ты что бесишься? Давай пристегну тебя, садись. В общем, пришли мы под магазин. Ждем девушку. По голосу девушка молодая. Вот. Ну, и заодно дышим воздухом. Вот лавочки тут есть. Дышим воздухом. Стоять. Господи, вот где машина. Чипы. Это листик. Чип. Когда вот машина где-то, все, я прям тут, как это. Садись. Сидим, дышим воздухом. Понял? Да не листиком дышим, а воздухом дышим. Кстати, город абсолютно пустой, девочки. Ну, как бы, нет, народ вот часть. Это самое большое количество народу. А так вообще пустой. Дороги пустые. Смотрите, никого нет вообще. Все магазины почти закрыты. Машин нету в центре. А сегодня, на минуточку, понедельник. Вот так вот рождаются неприятные впечатления от каких-то магазинов. Девушка мне, главное, перезвонила. Она сказала, я буду где-то через 20-30 минут. Я говорю, хорошо, мы вас ждем. Сидим, ждем, ждем, ждем. Думаю, оля, сколько мы уже ждем? Реально, уже долго. Я смотрю, звонок был 36 минут назад. То есть уже больше максимального времени, которое она обещала. И она не звонит как-то, не предупреждает. Ну, она, наверное, не знает, что мы с ребенком, естественно. Ну, вообще, в принципе. Даже если бы я сидела просто тупо однажды. Вот. И сейчас я ей звоню, а она не берет трубку, сбрасывает мне. И там как бы автоматическое сообщение, типа, буду через 20 минут. Вот. Но если человек не удосужился взять трубку, да, лучше бы сбросила, перезвонила. Мне кажется, вот так лучше было бы, чем отсылать такое сообщение, типа, буду через 20 минут. Ну, для меня это не факт, что она будет через 20 минут. Я тупо час ее просто сижу под магазином, жду. Как бы это ни дело. Ощущение неприятненькое. И, соответственно, теперь этот магазин у меня будет ассоциироваться всегда с тем, что вот так вот отнеслись небрежно ко мне, как к клиенту. Вот. Ну, ладно. У меня есть мачо, короче, я буду пить, потому что я просто молча ничего не отнесла, просто поеду домой. Вот. А, в этот магазин я еще зайду. Он здесь рядом находится, я тут часто бываю, поэтому зайду, посмотрю. Не факт еще, что у них мачо та, которая мне нужна, потому что цена очень низкая. Может, она мне откроет, а там рыбой пахнет, понимаете. И будет рассказывать еще, какое оно все вкусное и натуральное, замечательное. То, которое прямо мне нужно. Так что все. Без клиента она осталась. Все, мои хорошие, мы вернулись в итоге. А, я не дождалась женщины, это я вам сказала, да? Уже женщина. Была девушка, стала женщина. Вот так вот. Не это. Не следовать своим словам. С девушки в женщину. И это бессознательно. Ладно, что хотела сказать. Давайте завершать этот влог. Я реально последние три дня, вот серьезно вам могу сказать, я учусь наслаждаться жизнью. Это, оказывается, надо еще и уметь. Это не так просто. Я стараюсь, я просыпаюсь, каждый раз оцифровываю, что происходит в моей голове, что происходит в моем организме. Стараюсь все это контролировать, расслабить. Где-то контролировать, где-то расслабить, где нужно. Для того, чтобы не было всяких психологических, психосоматических проблем. И чтобы я вот прям учусь. И вот я могу сказать, что третий день я прекрасно провожу время, потому что я никуда не спешу, внутри не суючусь. При этом я делаю свои дела. Просто я их распределяю очень так, по чуть-чуть. Без напряга. У меня раньше было так, мне надо в один день взять все и сразу. А я все равно не успеваю, понимаете, все равно не делаю. И получается какая-то суета. Нужно меньше от себя требовать, наверное, и меньше ожидать. Всему свое время. Просто делать. А я просто делаю. Я не сижу сложа руки. Я делаю. И мне нравится проводить много времени со своим сыном. И у меня даже мысли такие, я не знаю, говорила вам или нет, я даже думаю его в садик летом не водить, а провести с ним все лето и как-то даже его продумать интересно. Закончилась бы эта самоизоляция только, да? И мы бы думали, что и как мы будем делать. Вот мне прям реально переосмысление за это время пришло, всякое разное. И что не делается, все к лучшему. Не зря говорят. Я пока продолжаю учиться наслаждаться жизнью. Ну, и вам желаю счастья, любви, спокойствия. Вот все, что себе желаю сейчас, это спокойствие. И любовь к себе и спокойствие. И счастье. Да, любовь к себе, спокойствие и счастье. Все. Не нужно себя мучить, все будет хорошо. Мы же не лентяи какие-нибудь. Все, люблю вас, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok